Гангстер Нигабур, его музло качает даже ребенка в коляске. Сегодня у нас в программе Харалу. Йоу-йоу-йоу, всем салют. Я буду задавать тебе очень быстрые вопросы и ты на них должен будешь отвечать очень быстро, хорошо? Окей. Популярность или большие деньги? Популярность. Почему популярность? Ну, популярность важнее, чем деньги. Деньги, они сами придут. Я знаю, что ты хитрый, с популярностью приходят большие деньги. Да, да. Хаски или Хотошо? Хотошо. Хаски не обидится, что ты его не выбрал? Нет, как говорится, дикий Хотошо, не ласковый Хаски. Оооо, вот это бач! Это из нашей новой песни. Она вышла? Нет еще. Нет еще? Эксклюзив. Отстрочка была. Скажи мне, почему гангстеры долго не живут? Рэп-гангстеры? Потому что они постоянно таскают с собой ствол. Таскают ствол. Да. И постоянно попадают в какие-то передраги, не знаю, там, как у нас в Ланде бывает это все. Твою хату вычисли, днем или ночью, кихлорода лишит. Ра-та-та, вы звери буряты, ловите гранату. Усиливает ли мат рэп? Да, усиливает на все сто процентов. На все сто процентов. Мат всегда должен быть в каждой песне. Качевый, особенно. Она еще и должна быть обоснованной, да? Не всегда. Да, да. Как в Хар-э-бэне. Отскажи мне, кто самый лучший в Айя-гэнг? Ну, Лутар, конечно, но тут без вопросов. Лутар самый у нас крутой рэпер. Все, я Бурятий, Лутар. А когда ты его догонишь? Лутара? Никогда. Я уже не догоню, все, я опоздал. Опоздал? Лутар, ты опередил меня, все. Почему рэперы называют свое творчество офигенной? Ну, это реально. Это реально. Ну, я не знаю, как тебе сказать это, но это реально. Вот там не запичкаю, да? Какая должна быть хорошая музыка? Не песня, а музыка. Хорошая музыка, ну, я думаю, наверное, душевная. Душевная? Душевная, простая, для простых людей в массы. Практически все рэперы используют какие-то фразы. У тебя есть какие-нибудь, ну, типа скрября, типа такого? Да, бро, уэй, уэй, свэй. А сейчас в данный момент какие популярные фразы есть, которые используют часто? Свэй, наверное, свэй, свэй, уэй, 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 вот такие примерно. Ну, это наша фишка на плейбой карте. Сколько ты читаешь слов в минуту? В минуту? Я не знаю, даже сложно сказать. Что вообще по-разному. Я, знаешь, как читаю на птичьем языке? Птичьи? Да, у меня есть птичий язык свой. Когда я, допустим, пишу музыку, я сначала пишу на птичьем языке. Птичьи язык – это вообще разные слова. На разных языках вообще все это стелешь, стелешь. И получается у тебя такая форма. И ты под эту форму начинаешь уже писать текст. Давай сейчас попробуешь, ну, птичьи, да? На птичьем языке. И потом я тебе дам текст и попробуешь зачитать их. Слова песни не знаю тоже примерно так. Ну, на самом деле, это проще. Давай ты попробуй, допустим. Сейчас оценю. Уже можно начинать, да? Человек, который занимается и не занимается. Сравните. Хорошо. Давай попробуем. Я тебе дам текст, любой, назови любую страницу. Давай тринадцать. Давай тринадцать. Ты считаешь себя музыкантом или рэпером? Музыкантом. Почему не рэпером? Ну, это, как сказать-то тебе... Ну, на самом деле, я считаю себя больше музыкантом, потому что рэпер, он чисто читает. А музыкант, он уже более такой на обширный круг идет в плане музыки. Он становится разносторонним таким. И крайний вопрос. Ты буддист? Да, я буддист. Я буддист, я, я, я буддист. Я нам не четки, 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 четки. Нам не четки, 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 четки. Все, наша гангстерская программа подошла к концу. И покажи, что ты принес нашему зрителю. Ну, на самом деле-то я принес... Не надо революции вытаскивать. Очки. Очки, да. Вот они на мне прямо сейчас. И это будет подарком. Кто напишет лучший куплет про черного дракона, тот получит эти шикарные очки. На этом наша программа заканчивается. Ну, а я с вами не прощаюсь. С вами был гангстер-рэпер Майдар Пизнайс. И OG Блок, и Хара Лу. Салют.